В эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 6 марта 2018 года, вторник, по одному из старинных 38-й день месяца. Пробуждение природы, третейник. Паразиты в теле, человеке, паразиты в человеке, страшная правда. Вот такая страшная у нас сегодня передача. И как вы думаете, кто вот это нам сегодня будет все говорить? Ведь мы уже, наверное, догадались, что такие вещи нам может рассказывать только один сказитель. Захар Белинский-Арерат, здравия тебе, Захар, здравия тебе, мой дорогой Арерат. Здравия, Алексей, здравия, народ. Рад вас слышать. Ну что, попугаем в очередной раз. Благодарю, Алексей, и весь коллектив Народного славянского радио за предоставленную возможность выходить в эфир. Тема сегодняшняя наша, как и многие передачи, тоже частью юмористическая. Почему юмористическая? Потому что поговорим, кое-что покажем, покажу немного из практики, посмеемся, как прежде было, на эти темы. В прежние времена слушатели наши даже уже говорили, что и хватит на эту тему говорить, хватит мусолить. Но сегодня у нас целая программа посвящена, скажем так, этой теме. Так сложилось, что человек подвержен стороннему влиянию, и это стороннее влияние зачастую не всегда оказывается полезным. Одним из таких вредных влияний на нас оказывают паразиты. Что такое паразиты? Паразитами являются многие живые организмы, которые существуют в человеке. Но сегодня мы будем разговаривать именно о червях, потому что помимо червей, это бывают и простейшие однокрыточные организмы, это могут быть какие-то и насекомые, это могут быть и другие микроорганизмы. Но сегодня речь пойдет именно о червях. Почему именно о червях? Потому что их влияние ощутимо человеком в наибольшей степени, причем в достаточно короткий промежуток времени. И не зачастую, но достаточно часто это влияние может оказываться очень пагубным для человека. Сегодняшний эфир я хочу построить, исходя из опыта собственной практики. И многие те утверждения, возможно, какие-то умозаключения, о которых я буду говорить, они строятся на собственном применении каких-то лечебных методов. Возможно, у кого-то они могут вызвать спорные ощущения, спорные мнения, но мы здесь для того и собрались, чтобы обсуждать, беседовать, задавать друг другу вопросы. Так вот, начну, скажем так, с самого начала. Извините за тавтологию, но слово «паразитос» изначально, ну это слово греческое, изначально оно обозначало служителей на храмовых пирах. То есть не имело никакого отношения к каким-то живым организмам. Но потом, с течением времени, это слово ещё стало применяться как «нахлебник». И когда появились уже первые упоминания о, скажем так, червях, это в нашей истории, ну не истории, а нашей бытности, скажем так, прошу прощения за это оговорку. Вот, в зарубежных аналах, в зарубежных аналах это называется паразитосно, то есть те микроорганизмы, которые живут за счёт хозяева. В русском быту называли черви. Червь, то есть черевная верёвка, если так расшифровать, то есть чрево. И верфь — это была верёвка, то есть черевная верёвка, вот получилось слово «червь». Действительно, этих червей видели, когда они выходили из человека, обратили внимание, обратили внимание на то, что они бывают разных видов. И сегодня я предлагаю поговорить не о всех червях, потому что их огромное множество, а о наиболее распространённых на территории нашей страны. Хотя с течением времени, с расширением, скажем так, диапазона путешествий, конечно, в нашу страну попадает много неизвестных современной коразитологии червей из Юго-Восточной Азии, не то, что неизвестных, малоизученных, скажем так, нашими учёными червей из Юго-Восточной Азии, из Африки, из стран Южной Америки. Но, скорее всего, мы их не будем затрагивать, а поговорим только о наиболее распространённой. Наиболее распространёнными в нашей местности являются круглые ленточные черви. Ну, впрочем, как и во всём мире. Среди круглых червей, кстати, у меня есть возможность сегодня кое-что показывать нашим зрителям. Ну, вот я начну. Первый мой слайд будет вот такой. Он достаточно интересный. Не знаю, насколько вам видно, но этот снимок — это вообще шедевр. Действительно, в Советском Союзе в те былые времена вот такие надписи иногда висели над столовыми, и они полностью отражают истину. Дело в том, что подавляющее количество паразитов, которые мы заносим в наше тело, в наш организм, поступает через грязные руки, через нарушение каких-то санитарных и бытовых требований. И абсолютно справедливо. Дело в том, что в большинстве случаев следить или отмечать наличие паразитов в своём организме мы можем через кал. И состояние кала, его консистенция, она является одной из, скажем так, диагностических особенностей. Если кал достаточно плотной консистенции и формируется, то это говорит о преобладании полезной микрофлоры в кишечнике. Если же кал достаточно жидкий, такой кашицеобразный, то здесь можно предполагать различные проблемы, в том числе и паразитарное присутствие. Поэтому я поместил вот такой слайд. И в дальнейшем можно сразу, в принципе, перейти к перечислению типов тонких червей. И я хотел бы начать с тонких червей. Но можно сделать ещё некоторое отступление для того, чтобы те наши радиослушатели, которые не в курсе, может быть, того, что такие черви или глисты, и что они вообще приносят в организм. Ну, возможно, исходя из особенностей своей жизни, никогда с этим не сталкивались. Но вот поэтому я хотел бы немного об этом рассказать. Значит, какие симптомы могут проявляться при наличии у человека в организме глистов? Ну, прежде всего, это хроническая усталость, которая на своей практике, общаясь с пациентами, отмечается у 100% тех, кто обращается за помощью. То есть каждый из тех, кто ко мне приходит, он отмечает, что у него наблюдается достаточно такая ярко выраженная хроническая усталость, из-за которой он фактически не может не осуществлять трудовую деятельность, не нормально жить, существовать, радоваться жизни. И зачастую вот ощущение хронической усталости является основной причиной, по которой люди обращаются для того, чтобы восстановить своё здоровье. И когда они начинают её ощущать, они понимают, скажем так, что уже с организмом что-то не то. Потому что многие заболевания, в том числе вызванные паразитами, они проходят достаточно бессимптомно до определённого периода. То есть до того момента, пока колония паразитов в организме не достигнет определённой достаточно большой численности. И тогда уже возникают процессы интоксикации, возникают анемичные ситуации, и человек начинает ощущать последствия всего этого. И одной из первых последствий является ощущение хронической усталости. Многие списывают это на то, что они мало спят, много работают. Многие списывают это на нехватку витаминов. Возможно, конечно, это и будет иметь место, какое-то место. Но в основном синдром хронической усталости связан именно с паразитарной инфекцией. Поэтому если в процессе своей жизнедеятельности вы обнаружили, что вас посещают такие состояния, когда у вас не хватает ни на что силы, когда вы можете сравнить, допустим, ранее вы справлялись с большим количеством дел, а теперь вы не можете сделать половину из-за того, что устаете, что вам нужно чаще отдыхать и тому подобное, то иной здесь большой долей вероятности могут быть именно черви, приживущие в вашем организме. Следом за этим ухудшается обычно память, снижается концентрация внимания, наступает депрессия. Такие вот депрессивные состояния. Кстати, сейчас наступит весна, и у многих может возникнуть такое состояние, и будут списывать это на весенний витаминоз. Хотя в большинстве своем, конечно, а витаминоз он может быть, но на фоне недостатка витаминов, на фоне недостатка каких-то, возможно, питательных веществ, проблема с червями будет только более ярко проявляться, поэтому люди начнут ощущать вот такие синдромы, хроническая усталость, снижение концентрации внимания, возникновение депрессии и так далее. Также, ну это, скажем так, субъективные качества, которые человек может сам о себе узнать. Что же касается стороннего взгляда на человека, и что можно диагностировать со стороны, то это так называемые иммунные нарушения в человеке, одно из таких вот как запах изо рта. Общаясь с человеком и ощущая у него запах изо рта, можно с большой долей вероятностью предположить, что организм этого человека населён червями. Да, действительно, запах изо рта может вызываться при каких-то проблемах с дыхательной системой, допустим, при туберкулёзе, при каких-то ещё там проблемах с лёгкими, при наличии язвы пищевода, при наличии язвы желудка. Это всё может возникать. Но во многом, если не в 100%, то достаточно большой долей вероятностей все вот эти вот вещи, о которых я сказал, и проблемы с лёгкими, и изоизвление пищевода желудка и двенадцатиперстной кишки, они вызываются паразитами. Вызываются паразитами, которые в нас живут. Бывает это бактерия такая, как Helicobacter pylori, либо черви. Поэтому, в принципе, вы не ошибётесь, если будете считать, что человек, имеющий дурной запах изо рта, населён паразитами. Затем, такие вещи, как астма, допустим. Это заболевание вызывается, оно опять же, на мой взгляд, это моё частное мнение, вызывается только наличием червей. То есть если у человека астма, то организм человека населён червями. Как предоставляется в иных источниках, там говорится, что это какие-то гормональные сбои, это что-то ещё, и человек от астмы лечит, он пшикает себе в рот, этот кислород якобы помогает ему. Нет, он, конечно, помогает, но первопричиной этого является черви. Для того, чтобы человека вылечить, необходимо удалить червей из организма. Хотя в современном периоде, насколько мне известно, астма считается неизлечимым заболеванием, либо заболеванием тяжело поддающимся лечению. Поэтому если в корне изменить подход к лечению астмы, то вполне возможно эту проблему и победить. Хотя если колония паразитов в организме находится достаточно длительное время, то они, безусловно, размножились, заняли определённый ореол своего обитания и приспособились таким образом, чтобы защититься от какого-то вредного для себя влияния. Также влиянием червей является диабет. То есть сахарный диабет, в принципе, в любом своём проявлении, в любом своём типе, это проявление глистной инвазии. Дело в том, что некоторые виды червей, они могут не только обитать в каком-то органе. Сейчас, забегая вперёд, я скажу, что существуют кишечные паразиты, то есть кишечные черви, существуют вне кишечные черви. То есть кишечные черви — это, соответственно, те, которые обитают в желудочно-кишечном тракте, в желудке, в двенадцатиперстной кишке, в тощей кишке, в тонком кишечнике, в толстом кишечнике. Это кишечные паразиты. Но есть ещё вне кишечные, которые вполне могут обитать в печени, в желчном пузыре, в желчных протоках, в лёгких, в мышцах, в сосудах, в сердце. в ушах, в мозге, в крови, в кожных покровах. То есть, в принципе, черви могут обитать где угодно. Согласно одному из авторов, написавшим достаточно интересную книгу, называется «Паразит. Царь природы», он там пишет, что если бы человек в полной мере осознавал и понимал, каким количеством паразитов он окружён, то это могло бы сильно пошатнуть психику человека. Это, в принципе, на самом деле так. Ну, и опять же, немножко забегая вперёд, не делая нашу передачу такой достаточно мрачной, всё-таки хотелось бы вернуть ей некоторый такой юмористический оттенок. Скажу, что здоровый человек никогда не заболеет паразитарной инфекцией. То есть, организм здорового человека вполне способен препятствовать заражению, способен преодолевать все эти инфекции, которые на него сыпятся. Ну и, в принципе, об этом мы ещё поговорим. Ну так, продолжая далее, симптомы паразитарных инфекций, можно сказать о том, что эпилепсия вызывается наличием глистов в организме. Вот эпилепсия тоже считается заболеванием с неясным происхождением. Её пытаются лечить, пытаются воздействовать на головной мозг специальными препаратами и, в принципе, добиваются определённого успеха. Но, тем не менее, опять же, с моей точки зрения, эпилепсия напрямую связана с наличием паразитарной инфекции. В своей практике я сталкивался с тем, что, работая с пациентами, страдающими эпилепсией, изгоняя из них паразитов, наблюдалось резкое снижение частоты приступов. То есть приступы отступали и достаточно долгое время не давали о себе знать. Вот это при проведении очистительных процедур, при проведении каких-то противоглистных терапий. Поэтому можно сказать, и особенно здесь следует обратить внимание при эпилепсии на паразитов печени и желчеводящих путей. Потому что именно печень может создавать условия, которые приводят к эпилепсии. Здесь механизм получается такой, что паразиты поселяются в печени, они ухудшают работу печени, ухудшают отток желчи, могут вызывать какие-то воспалительные процессы в печени и тем самым опосредованно воздействовать на головной мозг. И вследствие подобных вызванных дисфункций получается такая неприятность, как эпилепсия. Эпилепсию диагностируют в современной медицине, исследуя активность определенных зон головного мозга. И здесь можно сказать, что вследствие паразитарной активности в печени происходит изменение определенных зон активности в головном мозге. Но также можно допустить и то, что непосредственно паразитами поражаются определенные зоны головного мозга. Допустим, если свиной цепень попадает в организм, да, свиной цепень, попадая в организм, он, если попадает в виде личинки, то он начинает развиваться уже по своему обычному пути. Но если он попадает в виде цисты, то есть цистной формы, в таком шарике, в котором внутри сидит паразит, то в такой форме развиться в организме человека он не может. И он способен циркулировать по организму. Иногда такие шарики останавливаются в мозге и начинают поражать головной мозг. Причем таких шариков может быть не одна, а много достаточно. И поражение головного мозга может быть значительным. И при поражении, конечно же, могут возникать различные другие проблемы, в том числе эпилепсия. Поэтому однозначно говорить, что это именно из-за печёночных паразитов я на данный момент не могу. Тот же самый рак, допустим. Опять же, не то, что забегая вперёд, я хотел уделить там отдельное время, но сейчас вкратце скажу о том, что у каждого онкобольного присутствует, в обязательном порядке присутствует, как минимум, кишечная черва. Я дальше покажу несколько примеров, что выходило из пациентов. Я не буду показать много, потому что они достаточно однотипные. Но, тем не менее, у каждого, в принципе, онкобольного пациента выходили черви. И этому следует придать внимание и обратить на это достаточно такое серьёзное внимание. Потому что, сталкиваясь, опять же, с онкобольными, интересуясь, какую терапию, какая терапия им была предложена, какая терапия проводилась, нигде нет упоминания о том, что проводилась противоглистная терапия. Конечно, здесь можно, допустим, сказать о том, что проводится химиотерапия. Эта химиотерапия способна уничтожить тех червей, которые в организме живут, но не всегда. Не всегда. И многие паразиты имеют определённые способы защиты от множества агрессивных к ним соединений. Некоторые паразиты имеют специальный состав, скажем так, поверхности, которая не пропускает внутрь его организма вредные для него вещества. Ну и так далее. Поэтому химиотерапия не всегда и во многих случаях неэффективна именно против червей, живущих в организме человека. А вот то, что они есть у каждого страдающего рака, в моей практике это факт. И любое лечение онкобольного, оно помимо процедур очищения, помимо восстановления процедур кроветворения, функциональных состояний органов, обязательно должно включать и противоглистную терапию. Потому что если этого нет, и причём это должно производиться на начальных этапах, если этого нет, то возможно ваше лечение или стратегия вашего лечения не до конца верна. Причём в этом конкретном случае, когда работаешь с онкобольными, нужно понимать, насколько сильно произошла, скажем так, инфекция в организме глистами. Потому что если глистов очень много, мы их единовременно уничтожим, единовременно убьём, они все умрут сразу же. И не дай бог, после того, как они были убиты, они какое-то время ещё, допустим, пару дней будут находиться в нашем кишечнике, то человек может получить сильнейшую интоксикацию. Если при этом этот человек тяжело болен, и у него помимо всего прочего и так имеется достаточно нагрузка на выделительную систему, на почки, на печень, то он получит ещё один мощнейший заряд интоксикации. И в некоторых случаях это может приводить даже к летальному исходу. Поэтому прежде чем браться за устранение червей из организма человека, который болен, болезнью тяжело поддающейся лечению, нужно примерно представлять размер колонии. То есть можно начинать с каких-то, не то что размер колонии, а насколько обширно черви влияют на организм пациента. И уже из этого исходить. То есть можно здесь применять какую-то мягкую постепенную терапию. Если численность, допустим, не так велика, и имеются возможности для своевременного, скажем так, оперативного быстрого удаления этих дохлых червей из кишечника, то можно, конечно, применять активную терапию. Но тут нужно обращать внимание на нюансы, на состояние конкретного пациента. Ну и идем далее. Значит, наличие червей в организме также может вызывать мигрени, то есть головные боли. Но чаще это бывает, либо когда черви забрались в печень, черви забрались в почки, либо когда черви проникли уже в головной мозг. Тогда мог, конечно, вызываться мигрени. Но некоторые доли еще могут вызываться из-за выделяемых червями отправляющих веществ в процессе своей жизнедеятельности. Они могут еще создавать нагрузку на почки, и как результат получается головная боль. Также обязательно присутствие червей при любых видах аллергии. То есть, если проявляется какая-либо аллергия, то, опять же, это исходя из моей практики. Возможно, я в чем-то не прав. Если я не прав, то поправьте меня. Так вот, при любых видах аллергии тоже обязательно наличие глистной инфекции в организме человека. При любой, какая бы она ни была. Хоть это проявление на кожных покровах, хоть это проявление на слизистые. Если это вызывает, допустим, зуд или там еще какие-то другие вещи, слезотечение, это всегда связано с наличием червей в организме человека. Если не червей, то других видов паразитов. Иногда большое количество вирусов, большое количество простейших в организме человека также вызывает аллергические реакции, когда человек попадает под действие аллергена. К примеру, такой отвлеченный пример, немного не по теме передачи, но тем не менее будет уместен. Когда на цветение тополя у многих возникает аллергия, они начинают чихать, там еще какие-то процессы, у них сопли идут, некоторым сложно дышать, там какие-то отеки происходят. То это говорит о наличии в организме инфекции золотистого стафилококка достаточно большом количестве. Потому что тополь может являться лекарственным растением и он является хорошим средством для борьбы именно с золотистым стафилококком. Можно использовать листья тополя, можно использовать пух, который летит, и очень хорошо удалять эту инфекцию. если инфекции очень много и единовременно в организм попадает достаточно сильная доза противостафилококкового средства, то этот стафилокококк гибнет в массовом количестве. Наша выделительная система уже показывает себя вот с такой стороны. Собственно говоря, реакция выделительной системы на раздражитель, то есть на большое количество погибших стафилококков, мы принимаем за аллергию. Вот это вот в общих чертах, что касается аллергии. Если кому-то будет более интересно, то пишите, задавайте вопросы, рассмотрим эту тему подробнее. Затем классическим признаком глистной инфекции является анемия. Большинство паразитов являются первососущими организмами. Они поглощают нашу кровь, причем в различных количествах, в зависимости от потребности. Допустим, ленточные черви, поскольку являются достаточно крупными животными, скажем так, они потребляют больше крови. Но здесь тоже, в принципе, можно порассуждать, поспорить. Дело в том, что ленточные черви обычно находятся в организме в одиночестве, поэтому их называют селитер, что обозначает сам, самостоятельный. А вот круглых червей, более мелких червей, их может в организме быть сотни, если не тысячи. И каждый из них тоже пьет какую-то кровь. Причем некоторые виды червей способны за сутки выпить столько крови, сколько сами весят. А это, в принципе, немало. Поэтому зачастую люди, пораженные глистной инфекцией, подвержены анемии. Анемия – это когда у человека объем циркулирующей крови мало, он не может заполнить его сосудистые русла, он не может омывать весь объем ткани, и человек имеет очень такой бледный, иногда синюшный вид. Эту бледность мы всегда узнаем, понимаем, что человек болен, но тем не менее эта бледность является именно анемией. Бывают такие состояния, когда уже даже синюшность появляется, это уже цианоз, то есть не то, что крайняя степень анемии, но уже достаточно запущенное такое состояние. Здесь, конечно, требуется активное какое-то вмешательство. Другим классическим признаком наличия червей в организме человека являются газы, то есть если у человека обильное отделение газа, то есть человек ходит и постоянно пукает чуть ли не при каждом движении, это червя. Сюда же, конечно, можно отнести вздутие живота, но вздутие живота здесь сопряжено с другой проблемой, которая всегда бывает у тех, у кого есть черви, это с проблемой запоров, то есть когда у человека происходит нарушенное, вернее, газы отходить правильно своевременно не могут, то у человека вздувается живот, вздувается живот, то есть надувается, и это тоже еще один из признаков наличия червей в кишечнике человека. Почему происходит вздутие, то есть где-то кишечник, допустим, может быть подвоспален, где-то он перетянут, где-то не перетянута, допустим, какая-то петля области сигмовидной кишки, провисла поперечно-ободочная кишка, допустим, из-за вот такого нарушенной перистальки кишечника где-то скопились каловые массы, они преградили ход газовым пузырью и вследствие это получается вздутие живота. Бывает такое, пациент рассказывает, вот поел и сразу меня надувает как шарик. Вот именно об этом явлении возможно у кого-то было еще. Те же самые боли в суставах и мышцах непонятной теологии, то есть когда непонятно почему произошло, вот сустав болит, вроде предпосылок никаких не было, травмы не было, перенагрузки не было, сустав заболел. Либо же мышцы вроде бы ничего не болело нигде, никогда. Потом раз какую-то мышцу схватил, и вот человек ходит по массажистам, ему массирует, 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 и ничего не помогает, мышца постоянно болит и туда боль не уходит. Вот здесь тоже можно предположить, что там внутри вот этой мышцы сидит червь, которая создает такие болевые ощущения. Ну и еще одним достаточно распространенным признаком наличия червей в организме является так называемая субфибрильная температура, температура 37,0-37,2, которая периодически у человека появляется без причин, на какой ему кажется, и держится какое-то время. Может, от нескольких дней до недели, там у кого-то бывают месяцы, у кого-то были пациенты, несколько человек, по несколько лет была вот такая температура, и самое поразительное, что никто ничего не мог понять, в чем дело, почему это происходит. И не менее удивительна та ситуация, что очень 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 часто пациенты с нетипичными какими-то дисфункциями годами пытаются диагностировать свое состояние, именно годами живут в этой дисфункции, не понимая, что с ними происходит, обращаются к различным специалистам, эти специалисты предполагают то одно, то второе, в конце концов, это не находит подтверждения, и причем, при том, что даже в классических источниках упоминается о том, что если присутствуют какие-то нетипичные признаки заболевания, то следует обратить внимание на какие-то паразитарные инфекции, дело в том, что в современный период почему-то это зачастую игнорируется, и человек вот так вот испытывает эти мытарства, почему-то создается такое впечатление, опять же, что как будто бы современные практикующие врачи имеют чуть ли не запрет на диагностику паразитарных заболеваний. Вот исходя из своей же практики, сталкиваешься с тем, что человек, имеющий явную, допустим, ну скажем там, вирусную патологию, который инфицирован причем вирусами различными, и тем, и тем, и тем, в основном герпесной группы, и когда задаешь ему вопрос, а проводились ли вам исследования, допустим, крови на наличие вирусов, или исследования слизистой на наличие там, бактериальной какой-то инфекции, 99% случаев отвечает нет. То есть, хотя даже все симптомы, они говорят о наличии такой инфекции, то такие анализы не проводятся. Не проводятся вследствие чего? Потому что бытует мнение о том, что, допустим, вирус герпеса неизлечим, другое мнение, черви есть у каждого, третье мнение, червей до конца не выведешь, и исходя из этого многие специалисты вообще не обращают внимания на такое явление, как паразитоз. И при этом пытаются лечить, пытаются оздоравливать организм человека, пытаются приводить его к здоровому состоянию, при том, что основная проблема, ну, скажем так, не основная проблема, но основная болезнетворная проблема, она никуда не девается. И постоянно происходит как бы пресечение следствий, то есть купирование проявлений этой дисфункции. Почему говорю, что черви не основная проблема у человека? Потому что черви в организм, как я уже говорил ранее, попадают только в больной, то есть только уже в подготовленный. Если человеку уже качество крови неподобающее, то есть когда заряд эритроцитов я прошу прощения, ну и заряд эритроцитов тоже, и ПАЖ крови уже сместился в кислотную сторону, то есть кровь уже, скажем так, функции печени ослаблены, кровь уже фильтруется плохо, зачастую кровь уже идет в обход печени, и она полна там и токсинов и тому подобное, то в такой организм, снабженный такой кровью, человек попадает к себе домой и живет там припеваючи. Но бывает так, допустим, что не весь организм поражен, а какие-то области организма являются дисфункциональными, и черви, курсируя стоком крови, попадает в какое-то застойное место и там приживается, и чувствует там себя очень хорошо. А человек вроде бы в принципе чувствует себя нормально. Такие вот распространенные заболевания, как кисты, тоже причина возникновения кист в современной медицине до конца не сна. Опять же, в своей практике я глубоко убежден, что кисты также имеют паразитарное происхождение. Это даже в принципе можно предположить из их строения. Они очень напоминают цистные формы черви. то есть бывает так, что паразит в организм попадает в виде яйца, паразит попадает в организм в виде личинки, а бывает попадает в виде цистной формы, то есть в виде определенного шарика жидкости, внутри которой находится паразит. Но такие паразиты, которые попали к нам в виде шарика жидкости, развиться у нас не могут. но они могут расти внутри этого шарика. Этот шарик может увеличиваться в размерах, причем иногда даже очень значительно. Вот такие вот ситуации. Всего в человеке, допустим, согласно данным патологоанатомов, бывает так, что насчитывается в одном человеке до 120 видов червей, до 120 видов паразитов. Вот теперь можете представить. Опять же, согласно данным, если они не рвут, те же самые патологоанатомов, что у 95% умерших людей есть крупные черви. У 95% есть крупные черви, не говоря уже о мелких. Поэтому следует обратить внимание на чистоту своих рук, следует обратить внимание на пищу, следует обратить внимание на собственно говоря, еще на какие-то помимо рук какие-то моменты гигиены на окружающую среду, потому что если мы живем в пыльной загазованной местности, то при вдыхании, допустим, проживая в городе или имея, к примеру, окна, которые выходят на проезжую часть, на людную улицу, естественно, мы через свои окна попадаем, получаем воздух с улицы, вместе с ним пыль. Так вот, вот эта пыль с густонаселенной улицы, она может в себе содержать огромное количество яиц различных видов паразитов. К примеру, проводились замеры, все знают, что такое торговля сладков, когда стоит лоток, на нем продаются какие-то, допустим, хлебобулочные изделия. Проводились исследования, где было установлено, что на одной булке хлеба, которое простояло один час на улице, на людной улице, где там было движение автомобильного транспорта, пешеходный поток. На ее поверхности было достаточное количество паразитов, чтобы заразить взрослого человека. То есть, если к нам попадает одно, допустим, там яйцо или еще что-то, то наша иммунная система в принципе в состоянии их уничтожить. Но там за час набралось столько, что иммунная система просто была в состоянии справиться с таким наплывом. Поэтому имейте в виду подобные вещи. Ну, Алексей, я уже долго говорю, может быть, ты хочешь что-то добавить, что-то, как-то поправить меня, внести что-то свое. Да я тут сижу со своими паразитами, общаюсь, обсуждаем, сказано, они в шоке просто, они в шоке, а я в шоке от их шока, я не знаю, что добавить. Ты вот вывесил эту картинку про острицу, я уже всю ее изучил, может быть, что-то другое покажете, доктор? А, да, конечно, я просто думал, сейчас я пока дойду до острицы, ну вот, допустим, вот трихинелла, но все-таки про острицу нужно тоже сказать, еще у меня по плану было, что хотел сообщить, значит, что есть еще один признак наличия червей, если человек, у человека дефекация только один раз в день, только один раз в день, при том, что он полноценно питается, то есть, ну там, как минимум три раза в день что-то употребляет, и при этом ходит в туалет всего один раз в день, это уже состояние запора, такое предзапорное состояние, и это первый звоночек о том, что в кишечнике могут жить паразиты, поэтому обратите на это внимание. Я не говорю о том, что, допустим, человек там совсем немножко кушает, и не часто совсем, и, в принципе, ему нечем наполнить кишечник. Я говорю о той ситуации, когда человек, в принципе, достаточно употребляет, и о таком случае. Я хочу уточнить, здесь спрашивают уже не первый раз, а будет что-нибудь про профилактику и лечение. Профилактику ты так иначе уже упоминаешь, а вот про лечение ты расскажешь в конце, а то люди сидят в шоке так же, за волосами своими бегают, которые с головы у них убегают, и говорят, подожди, подожди, он еще расскажет, как остаться на месте. Конечно, конечно, я все это расскажу. Я все это расскажу. Значит, еще одним признаком, допустим, как человеку, не проводя каких-то сложных исследований, кала, допустим, или крови, какие-то белки или еще что-то такое, на антигены, понять, есть ли у него в большой доле вероятность черви или нет. Когда делаем общий анализ крови, там есть такой показатель, как язенофилы. Язенофилы – это определенный вид лейкоцитов, то есть белых кровяных телес. Так вот, всегда, когда у человека глисты, у человека так называемое изонофилие, то есть повышается количество язенофилов. Ну вот и все, в принципе. Таким образом, сделая просто общий анализ крови, посмотрев количество язенофилов, можно понять, есть ли у вас черви или нет, причем с большой долей вероятности. Если язенофилов много, то, в принципе, как говорится, к бабке не ходи, а черви есть, и нужно проводить в принципе профилактику. Профилактика имеется в виду уже противогельминтная какая-то терапия. Не обязательно бегать, вычислять, какие именно у вас черви существуют, способы для избавления, в принципе, от любых червей. Но имейте в виду, что вот достаточно такое хорошее подспорье диагностическое. Итак, подходя уже ближе к делу, значит, черви у нас бывают круглые, бывают ленточные. Круглые черви называются нематоды, ленточные черви называются трематоды. Нематоды, трематоды. Разница между ними какая? Круглые черви имеют более сложное строение, то есть это более сложно устроенные микроорганизмы, ленточные черви, хотя и являются большими по размеру, но они имеют более простое строение, и они больше приспособлены именно к выживанию. Справиться с ленточными червями в организме человека сложнее, нежели справиться с круглыми червями. Круглые черви можно достаточно легко вывести, но главное потом позаботиться о том, чтобы убрать яйца глистов. Дело в том, что, опять же, в процессе своей работы сталкиваюсь с тем, что противопаразитарная терапия, даже проводимая эффективными препаратами, лекарственными препаратами, фитопрепаратами, натуральными какими-то средствами, она проводится в принципе по неверному графику. Все черви откладывают яйца, но заметим, конечно, что, допустим, ленточные черви, они откладывают из гораздо больше, там, в десятки раз больше, чем круглые черви, но личинки ленточных червей, они практически в полном составе, они выходят наружу. Ленточные черви, ну, кроме, за исключением, вот лентец широкий, он, конечно, может там, их много быть ленцов, вот, а вот если мы говорим о селитерах, то есть либо бычей, либо свиной цепень, то здесь они обычно присутствуют по одной особи, и все их яйца вылетают с испражнениями наружу для дальнейшего цикла размножения, вот, а вот круглые черви, они откладывают яйца внутри нашего организма для того, чтобы увеличивать численность своей колонии, и здесь уже, конечно, повторять курс противопаразитарный необходимо на границе вылупления новых особей из этих яиц, то есть вы провели противопаразитарный курс, как с той даты, когда вы его закончили, отсчитывайте 28 дней, 28-30 дней и проводите новую терапию. сейчас очень много лекарственных препаратов, я в принципе не хочу особо говорить именно о таблетках, каких-то лекарственных препаратах, аптечных, которые помогают при борьбе с глистами, я, конечно, назову там пару препаратов, которые сам использую, но я не буду в это даваться, в основном эти препараты либо одноразового применения, либо два-три дня подряд их принимают, фитопрепараты принимают также от одного раза и там до нескольких месяцев, фитопрепараты являются менее токсичными, менее агрессивными, вернее, менее вредными для нашего организма, поэтому все-таки лучше пожалеть свой организм и принимать какие-то естественные, натуральные средства. Существуют еще достаточно такие явные различия между ленточными кругами червей. Во-первых, ленточные черви, за исключением, допустим, ихинокока, они все являются андрогенами, то есть самородящими. У них нет пола, они, скажем так, и папа, и мама в одном лице. Я не стал называть их герлофродитами, потому что андрогены это более древнее слово, скажем так, и более верное киндроистой. То есть у них есть и те, и те, скажем так, и материнские, и отцовские гены. Выкидывает из себя ленточный червь порядка, может быть, даже до двух миллионов яиц за сутки. Представляете, в сутки ленточный червь может проводить два миллиона яиц, и вот какая человек вместе с каловыми вас выбрасывает из себя вот эти два миллиона яиц. Для сравнения, допустим, самка аскориды в сутки выбрасывает порядка всего-навсего, ну, производит на свет одна правда, порядка двухсот тысяч яиц, а ленточный червь порядка двух миллионов. Вот такая вот разница стремления к жизни. Причем каждый ленточный червь состоит из сегментов. То есть их есть головка, там у них шея есть и основное тело. Основное тело, оно состоит из сегментов. Каждый из этих сегментов имеет собственную систему размножения. Допустим, у бычьего цепня каждый из сегментов в отдельности жизнеспособен. И так даже бывает, что человек в каловых массах может обнаружить самостоятельно двигающийся сегмент червя. Не самого червя, а, допустим, несколько вот этих вот членников или, допустим, там один членник, он будет потихоньку вот так вот перемещаться среди вот этих каловых масс будет двигаться к выходу. И, в принципе, мы можем принять это за отдельного червя, на самом деле это будет только его часть. Причем, вот эти вот части бычьего цепня, они могут выходить даже и без ситуации дефекации. когда у нас дефекации нет, ночью вот мочный сфинктер анального отверстия у нас расслабляется несколько, и вот через получившийся просвет вот эти вот членники бычьего цепня могут выползать за пределы нашего организма. Имейте ввиду. Такое достаточно. Так это на прогулочку погулять вышли, да? Нет, нет, не погулять, она совсем. Да я понимаю, но вот так погуляли, заблудились и не вернулись. Тут вот Оксана Ельцова написала, это жесткий маркетинг в конце передачи предложит программу за хорошие деньги. А ну-ка признавайся, чьих интересов ты, как сказать, представляешь, какой фармацевтической компанией? Видимо, Оксана слушает нас один из первых разов, потому что никогда сколько эфиров у нас было, никогда мы ни за какие хорошие деньги ничего не предлагали. Все, что мы предлагаем, все можно осуществлять самостоятельно, все это, в принципе, обычно всегда доступно, никаких таких экзотических дорогостоящих средств среди этого нет, поэтому Оксана просто хочет соблюсти какую-то логику эфира, рассказать сначала о ситуации, потом уже предложить вариант ее решения. Можно, конечно, если наши радиослушатели не хотят больше слушать вот это вот, то, что я про червей рассказываю, и хотят сразу перейти к вариантам лечения, то, конечно, я могу прямо сейчас начать говорить о том, как можно лечить себя червей, но для того, чтобы правильно себя червя вылечить, необходимо понимать, от чего ты себя лечишь, и необходимо осознавать, понимать принцип лечения, потому что если человеку просто рассказать вот лечись так, лечись так, то в конце концов он может не достигнуть этого результата, и как очень часто бывает, люди звонят в процессе работы моей или еще что-то, у меня немного совсем времени, они говорят, я сейчас задам один вопрос, и все, задают один вопрос, я им коротко как в блице отвечаю, через какое-то время доходит уже через третьи руки информация о том, что человек, получив мой ответ, он его абсолютно неправильно понял в своей голове, он, ну, в общем, извратил, и что-то поступило, у него, собственно говоря, не получилось. Поэтому для того, чтобы наш эфир был правильным, для того, чтобы он служил действительно в пользе, а не просто какой-то 7-минутным каким-то там тенденциям, то необходимо соблюсти логику, необходимо понять, что такое черви, как они существуют в нас, как они в нас попадают, что они в нас делают, и каким образом можно с ними справиться. Арират, тут уже народ, я чувствую, стул по 5 раз упал, подполз силой воли, забрался, и опять падает, уже уберите, пожалуйста, эту картинку, ну, пожалуйста. А, картинку, комната пыток такая, устроил, о, еще лучше, ну, молодец, оставь того красненького, он хотя бы аппетит. Вот, вот, смотри, это вот лицом, скажем так, враг лицом, собственно говоря, такие вот паразиты, как называют, красненькую оставить, сейчас красненькую перелеснем на красненькую, а вот, вот так, вот, хорошая картинка, вот, если не возражаете, конечно, вот такая вот, так вот, собственно говоря, в общих чертах мы рассказали, давайте теперь переходить более конкретно, значит, острица, острица это вид круглых червей, самый, кстати, безопасный червь, который нам особо никакого гряда не наносит, кровью нашу он не питается, он питается только пищей, которая находится в нашем кишечнике, в организме человека, он не размножается, все свои яйца самки острица не выкладывает на складки анального отверстия туда, и повторно заразиться мы можем только, если будем трогать те области, куда самка отложила свои яйца и снова через грязные руки заносить их в родовое отверстие, вот таким вот образом можем повторно заразиться, а так, при удачном в течение обстоятельств, если повторно мы этим заражаться не будем, то в течение двух недель после первого заражения может наступить полное выздоровление, вот, и при этом, когда, поскольку круглые черви, они разнополые, то при контакте самец погибает сразу же после контакта, а самка погибает, когда несет, выкладывает свои яйца в складках ануса, поэтому, в принципе, они подлежат такому самому уничтожению, если мы заново там не заразимся, их у нас не будет, вот такой вот самый безопасный червяк, его еще называют прыгунчик, потому что, ну, как бы он может из нас выходить, вот, его так называют прыгунчик, скажем так, как можно лечить, если обширная такая инфекция у человека, этих прыгунчиков, значит, что делаем, мы для этого используем молоко и чеснок, ну, все, в принципе, проходит очень просто, мы варим в стакане молока большую головку чеснока, вот именно не один зубок, а берем всю головку, берем стакан молока, ну, естественно, головку очищаем от шелухи, туда, выбрасываем в это молоко, только уже почищены эти зубки, и варим до состояния мягкости, пока эти зубки не станут мягкими, то есть пока не отдадут молоко все свои полезные элементы, затем процеживаем, можем для того, чтобы эффективнее отдали, эти зубки чеснока порезать, желательно резать их керамическим ножом, то есть не стальным, потому что, когда мы любые овощи режем стальным ножом, мы производим переполяризацию, ну, и ухудшение качества продукта, так вот, фильтруем это молоко, остужаем, и делаем себе клизму на ночь этим стаканом молока, если взрослому, то это целый стакан, если ребенку, то это 1 вторая, 1 четвертая стакана, если же, допустим, ребенок не может держать, ну, по каким-то причинам, там, балуется, или не хочет, или выпускает из себя сразу это молоко, то здесь можно поступить иначе, можно привязать, ну, каким-то им привязать, им привязать, в общем, закрепить в области анального отверстия либо кусок творога, на него черви очень хорошо выпрыгивают, вот, либо кусочек, ну, это, в принципе, можно делать и взрослым, бывают такие взрослые, у которых не держится молоко, вот это молоко внутри, потому что слизистая кишечника раздражена червями, острицами, не острицами, потому что в кишечнике могут жить сразу несколько видов червей, то есть, те же самые острицы, аскориды, и еще там, то есть, я так предвижу, после нашей передачи дефицит творога начнется по всей России и за рубежом, все пойдут пробовать, как это пикантно привязать к себе кое-куда творог. Ты знаешь, вот исходя из моего пищевого мировоззрения, вот этот способ использования творога это единственный полезный, поэтому, в принципе, производить творог, ну, это может быть, конечно, кончилственно, с какой-то стороны, но на самом деле творог для употребления в пищу не полезен, а вот так, для выманивания червей, очень даже полезен. Не-не, еще есть один предмет применения творога, когда какое-то отравление произошло, и он как абсорбент, вот он может на себя втянуть. А, ну да. Так что два полезных свойства творога мы с тобой нашли. Да, два полезных нашли. Вот, и еще испорченное мясо можно тоже туда как-то поместить, закрепить, на испорченное мясо тоже будет очень прекрасно влазить. Вообще, черви, черви, как еще вот можно понять, что у тебя черви? Если тебе прям вот хочу, не могу, хочется мясо поесть, вот прям нужно поесть мясо, вот нужно срочно или шашлыка, или там к лету вот в нее вгрызнуться. Причем, это не просто, когда человек мясоед, он привык, он там есть это мясо, есть, а вот именно, когда непреодолимое желание, когда такая непреодолимая тяга поесть мясо, вот это один из признаков паразитов. Плюс, также может быть именно червей. Это также может быть признаком того, что у человека черви непреодолимое желание съесть сладкое. Черви очень любят сладкое. Проводились такие исследования, когда специально кота заражали ленточным червем, вернее, потом заражали, а сначала делали что? Давали коту сахар немножко, он там его попробовал, ну там как-то, может, насыпали в рот, может, еще что-то, и потом поставили этот сахар в миску с сахаром внутрь лабиринта своеобразного, подготовленного для этого кота. В общем, кот вообще не проявлял никакого интереса ни к этому сахару, ничего. Затем, впоследствии, кота заразили ленточным червем, снова повторили эту процедуру, дали сахар, потом вот этот сахар там куда-то убрали, и вот кот пошел, нашел и съел этот сахар. Причем котам вообще не свойственно есть сахар, но кот пошел, его и съел. То есть, опять же, непредалимая тяга к сладкому, именно поесть чего-нибудь сладкого, какого-нибудь там, не знаю, тортика, пирожных, конфет, это вот тоже можете, в принципе, достаточно уверенно предполагать, что в вашем организме присутствуют черви. Во-во-во-во, вот это про меня, вот мне хлебом не кормить, дать тортов нажираться, а я потом по лабиринтам лазить начинаю. Слушай, неужели… Вот как раз вот я хочу закончить мысль. Помнишь, мы с тобой много раз говорили про то, что паразиты часто управляют самими своими хозяевами? Вот как раз это тот пример, о котором мы с тобой говорили. То есть, если паразит что-то хочет, хозяин это обязательно сделает для того, чтобы паразиту стало хорошо. Иначе паразит его просто замучит, пока не сдохнет сам. Ты знаешь, вот опять же, ты, поскольку ты провидец, ты видишь все наперед, ты вот сказал о том, о чем я хотел сказать чуть позже, в итоге такую глобальную мысль, но поскольку она уже затронута, чтобы она никуда не убежала, нужно сказать ее сейчас. Это опять же, субъективное такое мое предположение, рассуждение, но любые паразитарные инфекции, которые существуют и которые поражают человека, они служат одной единственной цели для того, чтобы изменить самого человека, изменить его восприятие окружающего мира. Именно для этого они существуют. И более того, я считаю, что, ну, по крайней мере, у меня есть немало доводов к этому, что паразиты, вот, вирусные инфекции, что черви – это искусственно созданные организмы. Бактерии, допустим, не искусственно созданные, это живые организмы в какой-то степени, но они искусственно занесены к нам на Землю. Так вот, почему я сделал такой вывод о червях? Потому что, изучая, рассматривая вот виды червей, начинаешь понимать, что среди них очень много схожих и есть какие-то неразличимые различия. допустим, я показывал фотографии кривоголовки. Там два вида червей. Они оба этих круглые червей, нематоды, но один там называется… А ты открой эту картинку сразу, чтобы вы видели, где эта картиночка. Сейчас покажу. Вот она, да? Один называется Никатор, а второй называется Анкилостома. Они абсолютно одинаковые, абсолютно идентичны. Это так на картинке представлено, что они разного цвета. Однако они цвета одинакового, абсолютно одинакового размера. У них абсолютно все одинаковое, даже симптомы, влияние на организм и так далее. У них разница только в ротовой полости. Один имеет четыре шипа вот таких вот и с помощью них прикрепляются к кишке, ее травмирует и пьет кровь. Другой прикрепляется к кишке при помощи вот таких вот двух пластин. Есть еще одно различие между этими червями. Один, это Анкилостома, он попадает в организм через рот, то есть пищи, с воздуха, через нос, вдыхая пищу, то есть воздух с яйцами, там еще чем-то. А вот Никатор попадает в наш организм через ноги. То есть, когда мы босыми ногами ходим по земле, то вот это вот существо, оно может прилепиться к нашей коже, и потом потихонечку, потихонечку через кожные покровы проникнуть в наш организм. Добраться до венозного сосуда, я имею в виду личинка, небольшой червь, а личинка. Добраться до определенного венозного сосуда и стоком венозной крови уже дальше пойти гулять по нашему организму. Но во всех остальных ситуациях они абсолютно идентичны. И вот у меня возникла мысль, но природа обычно никогда себя не дублирует. То есть, есть определенные виды, которые выполняют там функции. может быть схожие еще в чем-то, но она не дублирует происходящие, ну вот функции, она не дублирует строение. А здесь же в принципе два дублирующих, продублированных персонажа. И это меня наводит на мысль о рукотворном, скажем так, творении вот этих червей. Ну, я, конечно, могу ошибаться, мне сейчас многие начнут там, может быть, кто-то там парафинит называть, там сумасшедшим, уже вот довиделось, что там черви искусственные бывают. Но тем не менее так. Дело в том, что если проанализировать то влияние, которое оказывают паразиты на человека, можно прийти к выводу, что они делают из человека уже не человека. То есть, человек уже как минимум вот здесь на бытовом уровне мы отмечали, что концентрация, память ухудшается. И вследствие этого восприятие своей жизни, восприятие мира изменяется. А, собственно говоря, что может быть задачей, ну, к примеру, паразитов более крупных, да, те, которые, может быть, кто-то там хочет что-то там с людьми сделать, именно вот лишить их правильного мира восприятия. Когда человек слеп, соответственно, что он может сделать в темноте? И вот такие средства лишения искажения восприятия как раз таки являются и вирусы, и паразиты, и болезнетворные бактерии, которые в нас попадают, и простейшие микроорганизмы. Вот таким образом я, наверное, хотел поддержать твою мысль, о которой ты высказал, Алексей. Не знаю. А вот еще одна картинка чудесная. Это вот те же два товарища. Вот. Ну, так разные фотографии. Это они не рядом, а вот это как бы так под микроскопом, как они вот выглядят. Служили два товарища. Ага. Да. Служили два товарища. А вот это цепни были, да, вот как-то, рассказать сейчас. Да, это это вот цепень, это лентец. Лентец широкий. И вот здесь видно членики, видно членики. И вот это вот бугорки, это репродуктивная система. Он здесь вот, эти личинки образуются, он их выбрасывает, яйца. Вот. Это вот, ну, еще одна фотография лентца широкого. Вот это показан его размер. Он может достигать там и 20 метров в длину. Вот. Это такое схематичное изображение. Вот. Это вот уже другой представитель, это бычьи цепени. Это тот, который, можно сказать, автономный. Тот, который сам по себе может членики отбрасывать, и они будут существовать сами по себе. Вот. Но наиболее опасный, вот это вот анфас, профиль, можно так сказать. Вот. Но наиболее опасный для человека, это вот этот свиной цепень, его еще называют цепень вооруженной, из-за наличия вот этих вот шипов на своей голове. он ими вгрызается в нашу плоть, сосет кровь. И чем он опасен? Тем, что даже при какой-то противопаразитарной терапии, если мы, к примеру, убиваем цепня, но из нас выходит все, кроме головы, голова остается, то из этой головы снова начнет новый червь расти. Вот такая вот тварь, которая у нас живет. Поэтому очень часто, вот если он, к примеру, представляете, 15 метров, он же сразу не выйдет, он выйдет как веревка, и нужно будет сидеть из себя эту веревку потихоньку вытягивать. И поэтому, когда будете, если, не дай бог, кто-то будет ее из себя вытягивать, то вытягивайте аккуратненько, чтобы эти вот штуки там нигде за кишечник не зацепились и не оторвались. Иначе, скажем так, плакали эти все усилия, которые производились. Представляю себя фокусником, который достает из шляпы что-то такое длинное-предлинное. Помнишь, когда, ну погоди, когда там у нас шляпы кролика все пытался достать, там ленточки, ленточки, ленточки. Ну да. Вот смех смехом, но как бы так вот таким фокусником вы можете стать на какое-то время. Страшные вещи, рассказывайте, молодой человек, страшные вещи. И есть еще один момент, что вот этого червя, цепня, его легче выманить. То есть человек садится на строгую диету, то есть только вода, соответственно, кушать цепню уже нечего. А тут, конечно, там кровь, питаться, подпитываться будут тканевыми жидкостями и так далее. Человек будет чувствовать, почувствовать себя плохо, ему будет худо, но в процессе всех этих процедур человеку достаточно садиться на горшок с парным молоком или подвязывать себе там творог или мясо на ночь в областинальном отверстии. Таким образом можно выманить этого паразита, он выйдет целиком вместе со своей головой и со всем остальным. Давай уточни. Значит, получается, вот на творог, в принципе, можно вытаскивать всех паразитов, которые внизу там сидят. Любых паразитов можно вытаскивать на творог и на гнилое мясо. Любых паразитов. Любых паразитов можно вытаскивать на парное молоко. То есть на ведро садиться, если это взрослый человек, на горшок сажать, если это ребёнок. И, естественно, не кормить, допустим, какое-то время. Но если ребёнок, то это с утра, значит, не кормить, с вечера там что-то лёгенькое дать. Если это взрослый, то желательно там несколько дней не поесть. И затем сесть именно на парное молоко либо на скипячённое такое, главное, чтобы оно парило. Вот эти вот пары будут проходить через зональные отверстия, дальше в кишечник. Но сидеть, конечно, может понадобиться несколько часов, но тем не менее. И постепенно черви начнут упадать. Если черви есть, как минимум, то круглые черви обязательно вылезут. Все они, все там. Такие процедуры желательно проводить в течение 7 дней. То есть в течение недели каждый день сидеть на этом горшке. Ну и желательно в течение этой недели какую-то либо диету соблюдать, либо голодать. Вот такая вот ситуация. Что у меня тут еще есть интересные картинки? Ну это вот шестосома. А что она делает-то? Она в улитке развивается. То есть вот так схематично показано. Человек пописал, из него вылетели вот эти вот яйца шестосома. Они там в мочевом пузыре развиваются, и потом с толком мочи выходят в воду. Потом чуть-чуть в воде там развиваются, потом залазят в улитку. Из улитки выходят уже цикарии, то есть такие маленькие микроорганизмы. И они потом вонзаются в кожу человека. Вот здесь показано, как он и раз. У него есть такой острый шип. Он этим шипом вонзается в человека. Через кожные покровы попадает, через кожные покровы попадает внутрь тела. Вот тут поражает печень, как тут указано, сосуды, кишечник, ну и так далее. Вот такая вот замечательная штука. Их существует достаточно много видов, но при этом человека поражает только, насколько я помню, семь из них. Поэтому тут как бы не все потеряно. Вот, что еще тут у нас есть? А, ну это вот, это уже переходим, уже повторно, там, в следующей части сейчас. А, это уже, это нет. Это нужно немножко назад. Это потом об этом подробно. Мы еще не о всех видах червей поговорили. Так, здесь поговорили, здесь поговорили, кривой ловко поговорили. Лосоглав, вот еще такой замечательный представитель вида червей. Он является причиной аппендицита. Вот, собственно говоря, перед нами причина аппендицита. Если у кого-то когда-то был аппендицит, то его причиной это был вот именно червь-волосоглав. Почему называется волосоглав? Потому что у него головная часть, вот головка, вот шея, она вот такая вот очень тоненькая, как волос. И выглядит он, нет, вот так вот, допустим, в обычной своей природной оболочке. То есть вот эта вот тоненькая часть, при помощи этой тоненькой части он вгрызается в ткань, там слизистую оболочку, и начинает сосать кровь. Все равно воспаляет этот участок. И когда вот эти волосоглавы начинают сосать область червейного отростка, либо же заползает прямо туда внутреннего, и там начинает сосать, он, естественным образом, воспаляется, начинает отекать, и получается то, что нам известно, аппендицит. Вот и все. Вот, и почему, собственно говоря, в висцеральной терапии принято, если там какие-то есть начальные признаки аппендицита, то можно вдавить печень, сделать сброс желчи, чтобы желчь дошла до толстого кишечника. И тогда частичное воспаление будет, то есть желчь убирает эти вот воспаления, которые оставляют черви на нашем кишечнике. Вот такой вот замечательный парень волосоглав. Вот, но аскориды мы все видели, тут единственное хочу упомянуть, что аскориды бывают двух видов, мужская и женская, они вот отличаются немножко. Мужская, значит, потоньше, более хилая такая, маленькая, а женская побольше. Женская может в два раза больше, чем мужская. Вот такая вот несправедливость в мире черви. Вот, но это мы тоже видели. Причем аскориды бывают двух видов. Они бывают вот такие розовые, как дождевой червяк, очень даже на него похожи. Можно подумать даже, что всем понятно, откуда вылез дождевой червяк. А бывают вот такие вот белесые. Ты мне знаешь, сразу анекдот напомнил, когда мужик с другим сидит, отдыхает, его спрашивают, вот зачем ты все время берешь свою жену на рыбалку? Ну да, ты говоришь, если бы вы знали, как у меня с ней хорошо рыба клюет. Не поняли. Ну у нее же прекрасные аскориды. Даже мне как-то стало не по себе. Такое не... Ну извини, ответочка прилетела. Зазеркалил я тебя. Вот трихинелла тоже достаточно такой интересный представитель червей. Он такой очень-очень маленький. Можно даже сказать, что это один из самых... Самый мелкий вид круглых червей. Вот. Но при этом самый крупный внутриклеточный паразит. Он поражает в основном мышцы. Ну там за исключением... Ну поражает не то, что в основном, а только мышцы. За исключением каких-то там эмбриональных периодов, когда он развивается там в кровеносных сосудах и так далее. Но потом он заползает в мышцу и через какое-то время там капсулируется. И именно вот наличие такой трихинельной капсулы, оно и говорит... Из-за этого появляются такие мышечные боли. Я в самом начале говорю, что причинами, вернее, симптомами глистной инфекции могут быть и мышечные боли. Так вот, мышечные боли могут быть и в том числе от этих трихинелл. Ну мы видим, что там вот свинья. Опять человек взял, зачем-то съел свинью и заболел трихинеллами. Поэтому от свиньи мы получаем шестосон, от свиньи мы получаем трихинелл. Поэтому, значит, ленточных червей мы получаем в основном от рыб, из икры рыб. Очень много червей мы получаем от карпов. Вообще речная рыба, ее нужно очень хорошо подвергать термической обработке, потому что в большей степени мы получаем червей, если из воды, то это вот именно от речных рыб. Морская рыба, именно морская, которая в море живет, там где-то на плантации рыбная, а в море, то она пропитывается этой соленой водой, и черви в ней не живут. Единственное, что на морских рыбах могут паразитировать некоторые виды членистоногих. Есть такой членистоногий один, он может залазить в рот рыбе, съедать ее язык, и сам выполнять функцию языка у этой рыбы, попутно съедая часть той пищи, которой питается эта рыба. Вот такой вот интересный паразит. Но фотографии вообще, сведения о нем я не приводил, потому что к нам он не попадает, слава богу. Представляю себе, если бы он еще и говорит за кого-то умел, человеку попал в рот, съел язык, и начинал какие-то умные вещи говорить за человека. Представляешь, какая бы выгода для человека была? Думаешь, одно, а за тебя паразит другое говорит, причем так грамотно все излагает хорошо. А ты знаешь, так и есть на самом деле. Паразиты говорят за человека, и более того, паразиты делают за человека, потому что паразиты формируют определенный взгляд на мир, мышление формирует, определенный тип мышления. И человек уже, исходя из этого мышления, начинает вести, общаться и говорить в том числе. К примеру, такой паразит, как таксоплазма, это простейший микроорганизм, он делает человека безрассудным. Человек становится и в своих мыслях, и словах, и поступках абсолютно безрассудным. И здесь можно напрямую говорить, что здесь таксоплазма говорит за человека. Получается, если бы у нас правильно подходили к лечению душевнобольных, то в первую очередь делали клизмы, подкладывали бы тухлое мясо и этот творог под задницу, и половина больниц сразу бы освободилась, имеется в виду умственные осталы, которые больницы. Вот отчасти, конечно, это верно. Отчасти верно. Почему? Потому что приходилось сталкиваться с, посматривать бумаги психически нездоровых людей, и там пишут очень часто органическое поражение, допустим, головного мозга, органическое поражение вегетативной нервной системы. Что такое органическое поражение? То есть вот есть нервная система, и в нее проникла какая-то со стороны органика. Что именно за органика туда проникла? Неизвестно, но она туда проникла. И вследствие этого произошли различные изменения с психикой. Поэтому по данным этой Всемирной Ассоциации Здравоохранения, которая вот этих червей исследует, что там порядка чуть ли не 100% психических заболеваний вызываются различными видами паразитов. То есть действительно ты высказал абсолютно верную вещь, как всегда, верную мысль о том, что основным возможным методом лечения в психиатрических клиниках является именно противопаразитарная терапия и противоинтоксикационные какие-то действия. Тогда пациентам будет становиться лучше. Если же, конечно, ничего не изменять, никакие профилактики противопаразитарные не делать, то, конечно, человек будет оставаться на том же уровне. И более того, даже если, к примеру, у человека нет непосредственно паразита в головном мозге, где-то там еще вегетативной системе, никто не живет. Но живут черви и выделяют в организме человека очень большое количество токсинов, то вот эти токсины, попадая в головной мозг, могут доводить человека вплоть до галлюцинации. Это как своего рода дурманивающее средство, как наркотик. И человек становится сам не свой. И здесь уже можно говорить о том, что паразиты специально выбрасывают в человека определенные виды токсинов для стимуляции определенного образа поведения. И, соответственно, в этом образе поведения человек будет и высказывать, и вербализировать именно то, что необходимо паразитам. Некоторые паразиты, они толкают людей на смерть, чтобы человеческий организм быстрее погиб, они могли этот организм сожрать, размножиться, расползтись дальше. Даже такое бывает. Поэтому они делают человека иногда безрассудным, они делают человека агрессивным. То есть агрессивный человек легче попадает в какие-то конфликтные ситуации, ввязывается в дыраке, в поножочины и тем самым быстрее погибает. Соответственно, черви перевалят это мертвое тело, потому что у мертвого тела там уже кровь циркулировать не будет, оно сразу станет все таким кислотным. Для них это будет считать как булка с маслом. Все это съедят, расползутся дальше, будут искать других носителей. Вот такая стратегия. То есть они живут за счет нас, они нас убивают. Есть, конечно, те черви, которые стараются сохранить нас, то есть не совсем убивают. Допустим, как ленточные черви, которые там нас подсасывают и размножаются, выкидывают в окружающую среду свои яйца, они не будут доводить человека до смерти, но могут, конечно, держать его на грани, но при этом человек не умрет, он будет жить в таком качественном, нехорошем состоянии. Да, и сразу такая мысль в голову пришла. Не хочешь стать куском тухлого мяса, вовремя подкладывай тухленькое мясо под задницу. Да, все верно. Тогда черви на тебя уже не будут реагировать, они выползут туда, куда надо, достигнут своей цели, но при этом ты от них избавишься. Уж извините за грубости, но сегодня у нас такая чисто физиологическая тема, так что приходится. Ведь действительно, черви ищут, где мясо потухлее, если внутри еще не совсем тухлое мясо, а снаружи уже все стухло, то, конечно, они полезут туда. И перед тем, как о червях мы уже так или иначе посредственно поговорили, так рассказали о многом, если какие-то будут еще дополнительные вопросы, мы, конечно, ответим. Дальше уже мы будем переходить к рецептам. И сейчас хотел еще показать несколько моментов из практики, из своей практики, которые, возможно, будут интересны нашим слушателям, зрителям. Так вот, это, как ни странно, жук, который жил в кишечнике ребенка. Привели ребенка в крапивницу, обильная крапивница по всему телу, везде вот эти вот высыпания, покраснение кожи, что только не делали, ничего особенного не помогает. Я, к сожалению, на данный момент уже в точности не помню, какую именно терапию проводили, но то, что потом было слабительно, это точно. А до этого какой-то противоглистный такой препарат что-то ребенок принимал. Я уже на данный момент сейчас не могу вспомнить. И потом родительница прислала вот эту фотографию. Я рекомендовал им разглядывать то, что выходит из ребенка обязательно. И вот вышла вот такая вот штука, была в головых массах. После этого ребенку стало значительно легче, все у него пошло наладо. И здесь можно обратить внимание, что вот если внимательно присмотреться, из-под корпуса как бы выглядывают такие некие лапки. Как можно предположить, что он на этих лапках ползал. Вот такая вот штуковина. Дело в том, что периодически приходится сталкиваться с такими рассказами, когда пациенты рассказывают, что из них выходит. И иногда говорят, что такие-то странные вещи, то есть какие-то волосатые черви из них бывают выходят. То есть они потом пытались перерыть интернет в поисках вот таких вот волосатых червей, волосатых паразитов нигде ничего, никаких упоминаний нет. Но здесь можно предположить, что возможно это какая-то была промежуточная стадия развития ленточного червя, потому что в промежуточной стадии развития ленточного червя, пока он еще не попал в организм человека, он вот такой вот бывает иногда мохнатый. Может быть вот он к нам в таком мохнатом виде и не к нам, а к несчастному человеку и попал. Вот. Это тоже жук. Я нигде никогда не слышал, чтобы влюбить внутри человека, тем более внутри ребенка мог обитать жук. Вот тем не менее пожалуйста фотография. Там сидит жук. Вот далее я не знаю сейчас хочу спросить Алексей твоего разрешения. Это видео, где человек будет показывать, что из него вышло. Там будет унитаз, вот эти вот остатки этих червей он будет показывать там вот это вот червяку выходили. Если ты дашь добро, я это покажу. Если нет, пойдем дальше. Такого у нас еще не было. И долго ты собираешься показывать унитаз и выходящее из человека что-то? Нет, там человека не будет. Просто будет унитаз и то, что там лежит. Друзья мои, вы готовы насладиться белым своим другом? Давайте, жми на play. Вот, значит, вот это вот остатки червей. То, что вышло из человека. Вот обычно в таком виде они и выходят потом. То есть здесь применялся препарат, там травы, фитоконцентрат, и вот после применения этого фитоконцентрата там делались ректальные вливания, из человека вышла вот такая вот штука. Не то, что такая штука. Я так присматривался, скорее всего, это части ленточного червя. Вот иногда так бывает, что ленточный червь выходит вот такими вот, это как членики, то есть в одних фрагментах там несколько члеников, в одном фрагменте это один членик, где-то. Это вот фрагменты, скорее всего, ленточного червя, либо аскориды, либо остатки достаточно крупных аскорид. Можно предположить, что вот эта вот штука, ее можно принять за аскориду. Но это достаточно толстые такие вот вещи для аскорид. Возможно, это остатки ленточного червя. Вот такое вот бывает. Многие просто не понимают, когда им задаешь вопрос, что-нибудь из вас такое необычное выходило, то есть там черви, еще что-то. И люди в растерянности, они не представляют, в каком виде эти черви с человека выходят. Вот они выходят в таком виде. Вот еще фотография у другого человека тоже. Вот это такие вот белесые, такие остатки червей. Это вот можно предположить, что это уже больше похоже на аскорид, на вышедших аскорид. Дело в том, что ленточные червя, они все-таки такими как бы фрагментами выходят, а здесь видно, что вот он такой длинненький и вот вышел. Вот это вот так вот они выходят после противоглистной терапии. Вот этот выход уже был в окончании, в завершении. То есть сначала их много, вот как на предыдущем ролике, и впоследствии в завершающей ситуации их там меньше. Основной принцип лечения червей какой? Необходимо перед тем, как избавляться от червей, от какого-то типа генминтоза, необходимо провести сначала, восстановить функции печени, постараться восстановить функции кроветворения в организме, провести очищение организма от токсинов. То есть почистить кровь, можно делать внутривенные вливания соды, допустим, либо какие-то фитосборы применять. Можно, вернее не можно, нужно бы почистить лимфатическую жидкость, здесь либо пропить какое-то время сбор Катрелл профессора Левина, либо же использовать трехдневное голодание с гриффрутом при применении глоуберовой соли, и тогда из вас будет выходить межклеточная жидкость, которая снабжена большим количеством токсинов. Это для того, чтобы очищение, для того, чтобы усилить, увеличить ресурс выделительной системы для возможной интоксикации. Восстановить кроветворение нам нужно для того, чтобы, ну, в любом случае, это нужно сделать оперативно, чтобы организм стал возвращать свои функции в те же самые почки, потому что при недостатке кровоснабжения почки не смогут работать полноценно. Даже когда в организме еще есть черви, но мы каким-то образом стимулируем систему кроветворения, мы временно улучшаем ситуацию, при том, что мы параллельно все-таки будем их убивать. Поэтому любая очистка от червей должна начинаться с функциональной терапии, то есть массаж живота, восстанавливаем кровоснабжение органов. Параллельно что-то делаем для улучшения кроветворения. Допустим, употребляем в пищу больше железа, яблоки, гречку, гранат, черную смородину и тому подобное, все, что улучшает кроветворение. Обдавливаем печень для улучшения кроветворения, обдавливаем селезенку для улучшения кроветворения, как-то улучшаем состояние позвоночного столба. И параллельно с этим, чуть погодя, конечно, немножко погодя, мы проводим уже противоглистную терапию. Противоглистная терапия может быть какая? Может быть, митикаментозная. Иногда так бывает, иногда так бывает, что необходимо червей убить вот здесь и сейчас. Одним разом всех, которые там живут в кишечнике, их всех сразу нужно убить. Это обычно бывает тогда, когда уже человек в плачевном достаточном состоянии и этот вопрос нужно решать кардинально. То здесь иногда, если под рукой нет другого, то можно применить таблетки. А что еще другое применить, я расскажу дальше. Там есть состав, который тоже однократно помогает удалять червей из кишечника. Но вот если этого нет под рукой, то можно применить таблетки. Сам лично применяю не будем здесь рекламировать. Кому интересно, пусть напишут. В личном порядке я отвечу, какие препараты мы применяем. И после того, как приняли противоглистное средство, обязательно, всегда, обязательно применять слабительное для того, чтобы эвакуировать из кишечника трупы этих червей. Если дохлые черви останутся лежать в кишечнике, они будут отравлять организм и случится именно тот момент интоксикации, о котором я говорил. Организм будет отравлен уже не сами червями, а их трупами. Поэтому обязательно нужно проводить эвакуацию содержимого кишечника достаточно сильным, слабительным. В своей практике я применяю касторовое масло, смешанное с грифутовым соком. Оно дает освобождение желчеводящих путей и эвакуировать содержимое и тонкого кишечника, и толстый кишечник. Поэтому я бы рекомендовал так, использовать касторовое масло с грифутовым соком. Касторовое масло мы берем 1 мл на килограмм веса тела, если человек весит 60 кг, берем 60 мл касторовое масло, а грифутового сока можно взять хоть стакан, хоть полтора стакана. В принципе, чем больше будет грифутового сока, тем легче будет принять касторку. И обязательно принимаем после противоглистной терапии слабительного. И вот, собственно говоря, это такая общая схема. То есть сначала мы стараемся восстановить функциональное состояние органов, насколько это возможно, улучшить систему кроветворения, улучшить работу выделительной системы, потом травим червей, потом эвакуируем из себя их трупы. И через 28-30 дней мы травим червей снова для того, чтобы удалить тех, которые могут появиться из яиц, которые были заранее отложены. Тут просят картинку унитаза сменить. Я пока временно картинку другую поставил. Какую-нибудь там головастика включи, чтобы просто... Или вернись в начало, или вернись в начало там, где бравые ребята стоят. А, бравые ребята, ну да, вот чище руки, твёрджий кал. Да, вот теперь эта поговорка будет совершенно легко восприниматься, и в столовой она будет восприниматься, и где только угодно. Не будут теперь у нас уже ханжи говорить, что вы там такое... Вот сначала посмотрите передачу, и потом все слова будут для вас такие простые, легко воспринимаемые. Лишь бы только не унитаз с червями. Как можно лечить круглых червей? Значит, скажу, что универсальными средствами против любых червей являются семена тыквы, является чеснок, является лук, ну и так далее. Сейчас мы вот рассмотрим их переменение. Значит, очень хорошо против круглых червей работает сок лука. То есть, мы выдавливаем с луковицы сок, разбавляем его наполовину или на одну треть, это уже в зависимости от собственных возможностей, как кто может выпить водой. и, в принципе, можно полстакана такого разбавленного сока выпить. Если кто-то осилит, то можно целый стакан принять. Очень хорошо действует на круглых червей. Возможно, даже варианты, что они, как только этот луковый сок до нее доберется, они тут же будут пытаться покинуть ваш кишечник. Вот. Такую процедуру можно проводить через день два-три раза для того, чтобы выводиться, чтобы все круглые червей покинули ваш организм. Также можно использовать герочичное масло, перемешанное со свекольным соком. Это тоже можно повторять два-три раза. Можно больше в зависимости от результата. Желательно последний раз, вернее, крайний раз повторять тогда, когда из вас уже ничего не выйдет. Допустим, после первого вышло, второго вышло, третьего вышло, четвертого вышло, а после пятого уже ничего не вышло. Можно сделать шестой контроль и на этом успокоиться. Одна столовая ложка герочичного масла смешивается с одной столовой ложкой свекольного сока. И вот выпиваются вот эти две столовые ложки и человеку сразу становится, ну не сразу, в течение какого-то времени становится все лучше, лучше и лучше. Круглый червей начинает его покидать. Далее. Значит, можно взять пижму и одну столовую ложку пижмы залить пол-литрами кипятка и закипятить ее в течение 15 минут. Процедить. И затем сделать себе клизму. Влить весь этот стакан себе в толстую кишку. Продержать там нужно это 5 минут. Затем выпустить. Вот, собственно говоря, такое достаточно хорошее клизма. Пижма вообще очень хорошая, противоглистная трава за счет своей некоторой токсичности. И поэтому, в принципе, можно ее обрушивать прямо на червей, которые живут в толстом кишечнике, делая клизму. Порошок полыни можно употреблять перед приемом пищи. Перед каждым приемом пищи, вот сколько раз бы вы в день не кушали, перед тем, как кушать, натощак, допустим, щепотку берете, зачерпываете там тремя пальцами, четырьмя пальцами, хоть всеми пальцами полынь, в рот и отправляете ее и начинаете дальше принимать пищу. Это тоже помогает против паразитов. Есть достаточно эффективный сбор против паразитов. В принципе, эти сборы многие из вас уже могут самостоятельно составлять сейчас массой информации. Всем известно, какие травы являются противоглистными, такие как полынь, пижма, карак, рушины, корень валерьяны, ну и так далее. Так вот, можно предложить, например, такой сбор. Это ромашка одна часть, цветки ромашки одна часть, пижма одна часть и карак, рушины три части и одна часть полыни. Вот столовую ложку такого сбора именно его смешать и взять оттуда столовую ложку, залить одним стаканом кипятка. Вот, и по такому стакану два раза в день принимать в течение трех дней. Тоже считается, что можно освободиться от всех круглых червей. Вот, теперь каким же образом можно освободиться от ленточных? Значит, от ленточных мы будем освобождаться следующим образом. Мы измельчаем одну столовую ложку зеленых грецких орехов, зеленого грецкого ореха, не кожуры грецкого ореха, а вот имеется в виду недозревший грецкий орех, его нужно расколупать, вот эту сердцевину его, измельчить, так, чтобы получилась столовая ложка. Мы заливаем одним стаканом кипятка и полчаса настаиваем. Затем выпиваем это в течение дня. То есть, вот этот стакан, который у нас получился, полчаса настойный недозревшего грецкого ореха, мы выпиваем в течение дня не залпом, а, допустим, в 3-4 приема, там, по 50-70 грамм, миллилитров. В промежутках между приемами вот такого питья мы принимаем английскую соль. Это для того, чтобы параллельно шла и эвакуация содержимого кишечника, сдохли и сразу вылетели. Вот. Тем более, ленточный червь, там, он достаточно длинный, может быть, чтобы все членики, скажем так, сдохли, чтобы он окончательно сдох, делаем вот такое многократное применение. Но такой же рецепт поможет и против круглых червей. Есть еще достаточно такой простой способ. Это семена тыквы есть в течение двух недель, начиная от 200 грамм в день ежедневно. И тоже, в принципе, можно с уверенностью сказать, что если есть какие-то ленточные черви в кишечнике, то они оттуда благополучно эвакуируются. Ну, вот касаемо головы, свиного цепь мне не скажу, его содержимое, тело точно сдохнет и выйдет. Вот. Есть еще такой интересный рецепт против ленточных червей, он такой даже не рецепт, а совет от бывалых. Значит, съесть 3 килограмма лесной земляники, то есть сначала можно их насобирать, 3 килограмма лесной земляники, потом съесть, а потом тут же сразу съесть селедку, тут же, не отрываясь. Вот. И тут же, сразу после селедки съесть луковицу. Вот. И, в общем, селитер, вот те, кто наблюдал, говорят, прям выпрыгивает. Я тебе даже скажу, почему он выпрыгивает. Потому что так резко с низкого старта стартуешь до туалета, что он просто остается на месте. Ты просто стартанул, а он не успел среагировать, поэтому выскочил. Я так думаю, что в этот рецепт еще добавить огурчиков и парного молочка, и вообще-то да, там не только селитер, там все выйдет, что только можно. Ну да, да, наверняка, да. И есть, конечно, достаточно большое количество универсальных рецептов против червяков. Так вот, в качестве универсального рецепта это употреблять больше моркови, как сырой, так и сока моркови в пищу. Причем морковь является достаточно хорошим противопаразитарным средством. Если ежедневно к тыквенным семечкам добавить еще употребление моркови или морковного сока, то можно предположить, что через две недели ваш кишечник будет чист. Вот, ну, как уже я говорил, пить настойку лука, только здесь единственное не сок лука, а настойка на водке. Я, пожалуй, даже этот рецепт озвучивать не буду, потому что зачем добавлять водку, если можно просто выпить сок. Вот, еще такой интересный рецепт. Взять нужно 60 грамм очищенных истолченных семечек тыквы, то есть там в кофемолке можно их в муку превратить. Вот, причем лучше взять таких сухих, которые такие уже прям сухие, ломкие, крошащие, прошлогодние были. Потом взять еще 60 грамм какао, вот, немного меда и чуть-чуть воды. И из вот этого всего сделать тесто. То есть берем измельченную муку с тыквенных семечек какао, то есть 60 грамм тыквенных семечек, 60 грамм какао, немного меда, это, ну, допустим, там чайную ложку или там две чайных ложки меда, исходя из того, из консистенции этого теста, чтобы оно было. Вот. Делаем такое тесто, из этого потом тесто делаем 20 лепешек, ну, таких своеобразных. Естественно, подвергать термической обработке их не надо, просто делаем вот такие вот 20 сырореческих лепешек. И затем все эти 20 лепешек съедаем, но съедаем на второй день. В первый день мы просто голодаем, а можно даже и два дня поголодать перед тем, и три дня поголодать перед тем, а потом приступить вот к таким лепешкам. Значит, во второй день мы выпиваем для начала, прежде всего, перед тем, как есть эти лепешки, две столовые ложки касторки. Ну, можно опять же ее выпить с грейпфрутовым соком. Ну, для сильных духом можно выпить, конечно, и в чистом виде. Две столовые ложки. И начинаем есть лепешки. Причем лепешки кушаем по одной через каждые 10 минут. Вот, съели лепешку, в следующий раз еще одну лепешку, и вот, считай, у нас 20 лепешек, нам нужно за сколько это времени? За 10 часов мы их съедим, да, получается. Вот, даже не за 10, за час мы съедим 6 лепешек, за 4 часа, да, по идее, где-то так. Примерно за 4 часа мы съедим все эти лепешки. Это тоже хорошая такая терапия. Те, кто пробовал, говорят, что глисты начинают выпрыгивать тоже достаточно быстро. Как только съел последнюю, они уже просятся на выход. Вот. Следующий достаточно такой хороший рецепт, это смешать листья полыни и толченку из тыквенных семечек поровну. Вот. И пить сухим по столовой ложке 2 раза в день в течение 5 дней. То есть, взяли полынь, измельчили, измельчили тыквенные семечки, это все перемешали. А сюда же можно добавить еще измельченную на кофемолке муку семян черного тмина. Она вообще славится своим противопаразитарным, противовирусным средством. Если мы ее сейчас сюда добавим и будем в сухом виде употреблять, это будет вообще замечательно. Еще одним прекрасным и для меня удивительным средством против червей было кокосовое молоко. Оказывается, что если ежедневно выпивать сок одного свежего кокоса, то через 2-3 дня в кишечнике не останется никого предоносного. вот такой кокосовое молоко. Теперь я понимаю, зачем тайцам нужны кокосы, потому что там санитарей, конечно, мало, а вот кокосы они помогают. То есть самое осталось посадить кокос и выращивать есть молоко кокосовое молоко. Тут вот Торманс фон из мир. Все чаще поглядываю на творог. Тревожно как-то. Я говорю, магазины опустеют после этой передачи, творог будет в дефиците вообще, любой причем творог. Через какое-то время может даже появиться специальный сорт творога. Там будет написано «Не раздражает кожу и слизистые». Все будут ходить с памперсами такими крупными, где творог в памперсах вытекают из памперсов. Следующим очень хорошим средством от червей является настой березовых почек. Настой лучше отварить даже можно на воде. Берем этих березовых почек, можно даже наложить, к примеру, половину кружки, кружка, если я там полутровую, 250, ну, половину наложить березовых почек, остальное кипятком, минут 15 проварить и пить. Очень хорошо укрепляет и почки, и для легких очень хорошо, но и все червей из организма тоже в течение двух-трех недель исчезают. При этом глистование нельзя делать при беременности, при месячных и при лихорадочном состоянии, то есть если у вас лихорадка, беременность или месячные, то глистогониться в этот период не нужно. Также еще один, несколько вернее, рецепт я вот глистов хотел сказать, может быть мало, может еще для разнообразия, значит еще гвоздику можно использовать, полевую, принимать в виде отвара, то есть берем столовую ложку на один стакан подсоленного кипятка, и в этом подсоленном, ну, сначала можно даже в воде в обычной варить, то есть берем столовую ложку, варим ее в стакане кипятка 15 минут, а потом туда добавляем чайную ложку соли. Зачем берется значит подсоленная вода, для того, чтобы вода на всем протяжении кишечника не всасывалась, а несла в себе вот эти экстрагированные вещества, и тем самым обрабатывала и стенки кишечника, и обрабатывала и червей, потому что если мы обычную воду, вот как допустим, вообще, что хотел сказать, противоглистные отвары желательно употреблять именно с подсоленной водой, потому что когда мы просто так отвариваем на обычной воде эти глистогонные средства, то эта вода, она быстрее всасывается, и этот отвар не так глубоко по кишечнику распространяется. Но если мы будем использовать подсоленную воду, она всасывается гораздо хуже, и появляется возможность орошения большего пространства кишечника. Вот такой вот совет. Плюс можно использовать еще гранатовые корки. Сушим эти гранатовые корки, измельчаем, и можно хоть в сухом виде их употреблять там каждый день, допустим, по чайной ложечке, а можно сделать отвар корки одного граната. То есть вот взяли гранат, съели все, что там в корке осталось, включая и белые части, и красные там поверхностные, вот это вот все. Взяли, отварили в 100 миллилитрах воды и выпиваем в три приема в течение дня. А потом, как закончили выпивать те корки, то через 4 часа после этого принимаем слабительное, тоже достаточно сильное, и из нас начинает эвакуироваться. Все, что там только есть, все из нас начинает эвакуироваться. также для того, чтобы избавиться от кишечных червей, необходимо, чтобы пища вся была достаточно насыщена специями, перченая, горькая, особенно красный перец, черный перец, очень хорошо. Что касается сильнодействующих трав, которые, как я уже говорил, допустим, принять, и чтобы все сдохло в кишечнике, то, на мой взгляд, одним из самых эффективных растений против кишечных паразитов является папоротник мужской австрийский, щитовник. И в терапии используется его корень. Собирать его нужно осенью. Мы его собрали, извлекли, влагу из него лишнюю убрали, можно сказать так, высушили его слегка, потом его нужно измельчить. И вот этот вот измельченный корень папоротника австрийского мы, допустим, чайную ложечку, чайную ложечку на стакан завариваем и можно пару раз в день выпивать. Опять же, корень папоротника австрийского обладает достаточно большой токсической токсичностью. Поэтому те, у кого слаблена выделительная система, у кого какие-то проблемы с почками, у кого проблемы с движением лимфы, у кого прочие какие-то дисфункции организма, вам необходимо начинать с очень малых доз. Возможно, даже применять какие-то гомеопатические дозы. То есть, что такое гомеопатические? Вот вы сделали стакан этого корня, отвара корня, из него взяли чайную или столовую ложку, развели на стакан чистой воды и вот это приняли. Это то есть как детская микрофитотерапия, вот для тех, у кого организм ослаблен, желательно начинать вот с такой терапии, потихоньку-потихоньку наращивать и дойти до той концентрации, которая не удергает вас в дискомфортное состояние. Также еще достаточно очень таким эффективным средством является отвар семян тыквы. То есть, мы семена тыквы берем и измельчаем, но не в муку, а так, чтобы они меленькие были кусочки и варим их в течение 15 минут. И потом вот этот стакан залпом выпиваем. Тоже очень мощное средство против, в принципе, любых видов червей. Вот. Но я здесь не говорю по поводу рецепта Чингисхана, наверное, все уже знают, что это такое там и так далее. Нет уж про чеснок, расскажи, расскажи. Про чеснок, ну, рецепт Чингисхан просто эффективен как молоток. Значит, мы чистим, очищаем чеснок, только настоящий чеснок, там, не китайский, настоящий, который российский. Измельчаем его, если он не мелкий, а, допустим, крупноватый, в идеале было бы найти такой сорт чеснока, который был бы мелкий, и его не приходилось бы механически измельчать, и можно было проглатывать как таблетки. Если у нас более крупный чеснок, тогда мы его измельчаем и проглатываем. Измельчаем не в пыль, не в крошку, а до состояния таблетки, скажем так, до того состояния, которое вы можете проглотить. Проглатываем, запивая, можно либо водой, либо кефиром, можно каким-то соком, но тут уже на что вам приятнее. Я в свое время начал сначала запивать кефиром, запивал, запивал, потом почему-то кефир перестал в меня лезть, я продолжил запивать водой и благополучно все это до конца запил водой. Такой рецепт. Выпить нужно стакан. То есть мы чеснок измельчаем, вот этого измельченного чеснока должен быть стакан. Не стакан крупного чеснока, а стакан измельченного чеснока. И этот стакан необходимо принять за один раз. Не жевать его, да. Если кефир как бы не употребляете или не лезет, еще можно взять какой-нибудь сок, например, томатный сок можно использовать, воду. Что у вас вот нравится по вкусу, лишь бы только проглотить. То есть ложку в рот запили-проглотили, ложку в рот запили-проглотили. Не жевать. Поэтому он должен быть мелко нарублен, но рубите так, чтобы сок не выделялся. Ну да, чтобы сок не выделялся. Это почему? Если мы там с соком проглотим, мы покажем воздействие на поджелудочную железу и на сердечно-сосудистую систему. Поэтому не жуем, просто берем и глотаем. Берем и глотаем, запиваем достаточно большим количеством воды. Воды, ну не воды, а жидкости. В общем, жидкости не жалеем. Вот. Желательно это делать, опять же, после суток голодания. Желательно это делать после очищения кишечника. То есть принять перед этим слабительное, сделать перед этим формование толстого кишечника и, допустим, на следующий день уже запустить этот рецепт Чингисхана. Сделать это можно с утра, можно сделать на ночь, как вам это удобно. Единственное, имейте в виду, что через пару дней от вас будет идти очень сильный запах чеснока. Ходячая колбаска будет такая. Сдобренная. Ты вот говоришь про эти, про там ложечку того, ложечку сего, мне сразу Винни-Пух вспоминается. Даже немножечко чайная ложечка, ну а потом на горшок. Ну да. Вот еще очень хорошее средство для лечения червей, особенно круглых червей, это цитварное семя. О ней нельзя, конечно, забыть. Цитварное семя, то есть это семя цветка полыни. И здесь мы берем столовую ложку для взрослого, а ребенку чайную ложку. И смешиваем с ложкой меда. То есть вообще такой очень простой и в своей крайности очень эффективный рецепт. Берем столовую ложку, поскольку мы тут все в основном взрослые дети, скорее всего, вряд ли нас слушают по персональному в такое время. Поэтому берем столовую ложку цитварного семени, берем столовую ложку меда, это между собой смешиваем, принимаем, потом через два часа снова принимаем, вот, и еще через два принимаем слабительное. И так можно от трех до семи дней делать. Ну, у кого, конечно, возможности есть. То есть смешали столовую ложку семени и столовую ложку меда. Получилась такая масса. Вот. И затем половину из этой массы мы приняли, остальную половину этой массы принимаем через два часа и еще через два часа принимаем слабительное. Допустим, то же самое касторка или какое-то другое, на ваш взгляд, только такое достаточно сильное. Вот. И вот тоже круглые черви начинают быстренько-быстренько из вас эвакуироваться. Вот такой достаточно хороший рецепт. Вот. Ну, собственно говоря, что касается рецептов таких общих, которые можно было дать, мы с тобой, наверное, уже во всем рассказали. Можно какие-то вопросы уже выслушать, переходить наконец-таки к вопросам. Фух. Ну, наконец-таки. Ты говорил про детей, что дети там не слушают. Конечно. Не все взрослые это могут выдержать. А тут еще про детей. Ладно, давай уж как-нибудь это, перейдем уже к вопросам-ответам, а то мои глисты уже бунтовать начинают. Они там уже с транспарантами ходят. Уберите арера, он нас замучил. Мы сейчас выйдем все на демонстрацию без всяких слабительных. Давай. Короче, музыкальная пауза коротенькая и потом переходим уже к разбору вопросов. Народная славянская радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok